Всем привет друзья. В общем занимаюсь я сейчас лыжами. Сделал вот такие заготовки под рычаги А-образные. Сейчас буду крепить рычаги и смотреть как у нас рулевые стойки пойдут. И уже от этого будем отталкиваться. В целом ничего интересного. Трудно думать надо. Работа такая мозгопарная. Сейчас приварю, прикину, посмотрим. В общем мужики переделал я эти поворотные кулаки. Те очень короткие, очень маленькие. Рычаг получается сильно вниз опущен. Сейчас вот буду на эти переделывать. Уже на что-то похоже да? Что-то вырисовывается. Как-то вот так покажется. Лыжа, лыжа. Сейчас будем чопики делать для рулевого. А, блин слушай. Надо посмотреть. Пришли мне сегодня эти, вон еще. Часть посылок. Здесь должны были, я насколько помню. Вот у нас должны быть. Сейчас откроем. Скрыл там сани маленькие. Вот для маленькой собачки. Это косяк мото-мира нашего любимого. Блин, нет, штангель упал. Сейчас замерим. Пришли же мне вариаторы тогда. Не с теми втулками. А сейчас бац, у них в общем появились втулки. Все, пиздец, штангель. Был-был и кончился. Ну ладно, что. Новый закажем. Снегоходы, снегоходы и болтоходы. В общем, вот эти втулки. Были. Да, ровно. Эти вот правильные, под двадцатку пришли. Это очень хорошо. В ряду у меня раз, два, три, четыре стоит. Тут кому полуклины надо, можете написать. Я вам вон у меня там хреновая гора комплектов раз. Наверное, комплекта четыре, три есть. В общем, вот такие втулочки. Это очень хорошо. Сейчас мы вот этого крокодила заканчиваем, а там дальше уже будем чем-то интересным заниматься. И это интересное. Сейчас, секунду. Взял вот такие рулевые. Правая и левая резьба. В общем, что я думаю, пополам распилю, тяги удлиню и бахнем их на рулевое управление. Наверное. Что у нас здесь, восьмерка? Ну, это с квадрик какого-то. Я думаю, должно работать. На квадрике работает. И тут будет. Ну, может быть, что-то потолще сделаем. Хотя надо ли оно? Нет. Потому что на больших квадриках тоже они там небольшие. Ну, видно будет. Разберемся. В общем, вот. Что сейчас надо сделать? Вот как раз рулевые эти. Угла кермана провести линии до центра гусеницы. У нас будет, как он там есть, и внутренний, и наружный, и нейтральный. У нас будет наружный. Вот так они, наверное, будут. Потому что будет у нас рулевой вал. Вал-вал-вал. Вал-вал-вал. Где-то вот тут вот. Потому что там будет сидение. Туда-сюда их будет гонять. Они там что-то должны находиться в одной плоскости, насколько я знаю. И надо колонну выстраивать. Делать. Крепление амортизаторов. У меня как раз вам две штуки есть. Три. Один некомплектный. Вот так. Я думаю, как-то будет у нас рычаг. И ароматизатор. Ароматизатор. Шучу, амортизатор. Что, поработаем еще? Вот, друзья, для общего понимания, что у нас должно получиться. Как-то вот так. Диванчик царский. Я присаживался уже. В принципе, неплохо. Мягко. Сидение хорошее, мягкое. У спинки, наверное. И получается, что мы влазим в базу. Желаемую. Метр девяносто три у нас получается. Прямо впритык. Ту-ту-ту-ту. Вот так. Здесь уже можно будет потом раз с тоненьким профилем подножки сделать. Все равно угол, считай. Ну, не знаю. Вышить, наверное, не надо. Амортизатор все равно. Такого громадного хода нет. То есть, ну, сколько у него здесь, по-моему. Уровень тридцати, что ли, ход всего. Угу. Как так? Не знаю пока. Сейчас обсудим. Всем привет, друзья. Начало нового бложика. В общем, у меня тут не то что ходить, плюнуть негде. Вот так вот умудрились оторвать выхлоп. Ладно, это мы подправим. Пришла, в общем, посылка. Покрышки, покрышки, двигатель. Сидушки пришли тут разного плана. Сейчас я тут маленько разгребусь, уберусь. Вот такие сидушки. На нашей мотобайке. Диски, покрышки, натяжители. О, какие-то эти другие немножко. Тунинг получается. В общем, вот. Вот такие вот сидушки. Блин, вообще крутые. Очень широкие. Вот сюда такую поставить, да, в корыце? На буксировщика кататься. В общем, что, сейчас глушители вам пришли на это. На наши мотопеды. На будущее. Сейчас разгребаю, выхлоп сварю. Сразу его это, в сторону, чтобы он не мешался. И диски, блин, забыл эти. Я про СТ. Ладно. Так что вот, вот такое начало дня. Сейчас 30 подкинем. Время уже, конечно, послеобеденное. И что я еще купил? Хочу попробовать внедрить в наши будущие мотоциклы. Ну, как бы, отдельно, если кто-то захочет. Блин, вот это, наверное. Если кто-то захочет, вот такие корзиночки вперед ставить. Мне кажется, бомбовское решение. Потому что в них и положить что-то можно, и корзинку, и перевезти, и до магазина доехать. Так что вот, все, потихоньку собираемся, убираемся. Что, друзья, хотите увидеть рубрику магии и волшебство? Вы... Я хуй его знает, конечно, что тут по этому поводу сказать. И как такое может быть за одну поездку. Вы можете написать свое мнение в комментариях. И может ли быть такое вообще. Сейчас, друзья, прокатился. Все, как бы, четко, блин, начинно. По снежку вообще круто ей. Снимать не стал, я ездил в магазин. Все с ним прекрасно. Отлично едет. По снегу вообще шикарно. Бусинцу подтянул. Режешок. Сейчас у нас тут будет поток. Все, сейчас приступаю вот к этому агрегатам. Агрегатам. Съедуал он эти, еще купил втулочки, зажимчики. Попробуем что-то замудрить, как оно будет прикинуть. Ну и будем продолжать. Всем привет! Шел какой-то там месяц, дни, годы, вечности, человечности, гиперпространства. Мы все занимались этим. Снегоходом. В общем, что тут? Мудруя я, в общем-то, с рулевой. Все вы, наверное, слышали про угол Аккермана, про параллельность рычагов рулевых. В общем, как оно, как я понял, получается должно. Есть у нас, допустим, вот здесь ось крепления рычагов. То есть, идет, идет, идет. Бамс, есть у нас рулевая сошка. Высота рулевой сошки, короче, до середины рычага. Вот эта фигня замеряется. Это середина. И от середины рулевая пластина, вот эта сошка центральная, должна проходить на такой же высоте, чему равны высота сошек на рулевых рулевых стаканах. Дальше. Следующий показатель, так сказать, это угол Аккерман. Есть положительный, отрицательный и, насколько я знаю, нулевой. Угол Аккермана берется у нас. То есть, вот середина гусеницы. Проверывается визуальная линия через рулевой кулак, грубо говоря. И через крепление рулевого наконечника в центр гусеницы. С этой стороны тоже так же. Этим мы как раз получаем угол наклона рулевых сошек. Если все вышеперечисленное у нас верно, то получается у нас так называемый угол Аккермана. Делаем поворот. Я думаю, видно. Правая гусеница заворачивает сильнее, чем левая. Ну, если мы спереду смотрим. Поворачиваем в другую сторону. Смотрим, получается то же самое. Правая гусеница заворачивает сильнее, чем левая. Вот это называемый, так сказать, угол Аккермана. Дальше. Длина сошек. То есть, крепление рулевых тяг. Получается так, что... Возьмем примеры элементарной физики. Длина рычага у нас. Соответственно, чем легче руль, тем здесь, соответственно, рычаг меньше, здесь крепление должно быть больше. Либо здесь больше, там, соответственно, меньше. Но, скорее всего, наоборот. Потому что здесь меньше, а там больше. Это уже у нас регулируется как раз-таки поворот наш. Как будет у нас вертеться, крутиться руль. Подвеска у нас работает. Рулевые еще не выставлены. И параллель между сошками, рычагами и положением рулевого вала выводится для того, чтобы при прыжке рыжевые лыжи не разбегались. Когда будем схождение делать, получается, на снегоходах схождение делается всегда относительно друг к другу. Чтобы при прыжке, при просадке амортизаторов лыжи, грубо говоря, выравнивались. Они разбегались в разные стороны. Вот такая минутка. Минутка, не минутка. Возможно, я не прав, я не утверждаю. Но, по моей логике и научным каким-то текстовым документам и фактам, я считаю, что моя логика верна. Про угол Аккерман 100% верна. Потому что оно так и есть. Подстелил я подкладки, потому что руль не провернуть, там железные эти, как они, коньки, наверное, называются. В общем, что выяснилось в процессе. Что, как я планировал снимать эти, лыжи не получится. Сейчас лыжи будут сниматься все-таки вот здесь. Потому что здесь должен быть хороший такой силовой узел, чтобы не было, как это сказать, мотание, короче, лыж свободного хода. Я тут просто профилинки прихватил. Возможно, и рулевые будут сделаны тоже из профиля, на конце уже будут приварены рулевые. Ну, как бы, регулировочно. Правая и левая резьба, справа и слева. В общем, вот такая минутка. Малопонятная литература. Не знаю, как насчет... Здесь через теоретический треугольник можно сделать и что угодно. Ну, я пока сделал так, времянку, чтобы проверить всю мою теорию. Основное вот осталось собрать рулевое. Здесь все выставлено. Здесь только рассилить, усилить, поперечины сделать. Сейчас буду заниматься, сделаю еще одну, один упор. Поеду в сервис. Возможно, понемножку, помаленьку наворую этих рулевых наконечников. Я тут приобрел вот эти вот шаровые. Но не знаю насчет, как надежность. Хотя, в целом, на гоночных мотоциклах, этих машинах использовать ТМ-8. Не могу сказать, что будет хуже. Лучше ли. Ну, возможно, что-то это переграет, что-то помощнее поставлено. Вот пока вот так. Здесь уже выставится руль. И относительно руля. Это времяночка у меня для проверки. Прихватил я. Короче, все тут времяночка. Подвеска работает. Посмотрим, что будет дальше. Дальше включимся. Друзья. Ну, в общем, сделал я небольшое перемещение рулевых тяг на рулевых сошках. Чуть-чуть подальше поставил. И все стало верно. Рулевое управление стало гораздо легче. Все видите. Здесь тоже должен быть ограничитель, потому что есть такой угол, так сказать, точка невозврата, когда рычаг уже не может вернуться. Вот так. Все как бы вообще легко. Вот я сейчас сижу на нем. Подвеска у нас работает. Лыжи у нас не разъезжаются. При проектировании я поднимал его на домкрате и выставлял не 90 градусов, а заваливал 85, в общем, для как раз нагрузки. В общем, вот. Тут железки, снизу тоже железки. Продолжаем. Так, банда. Что, рулевые сошки я маленько переместил крепление, как вам показывал. Снизу подварил пластины, чтобы не деформировало их, не выгибало. В общем, вот так вот у нас получается. Сейчас делают только рулевые тяги и эти. Ну и регулировка. Здесь у нас останется. Да, ну тут ты здесь сидишь как царь на этом диване. Как царь. Так, подвеска вот. Едет, крутит, валится. Интересная штукенция. Здесь тоже сейчас просверлим. М8 снизу уже закрепил. Спрашивать будете, это жигулевские, по-моему, крепления, это резинка. Здесь решил поставить демпфер. Снизу пластиковая капролоктановая. Для жесткости, чтобы не гуляла. А здесь резинка, чтобы в руки не била. И вот так вот, медленно, но верно, у нас уже вырисовывается подвесочка. Руль крутится, в принципе, учитывая, что мы на железках там крутим его и не на снегу. Вполне, вполне достойно. Вот такие пироги. Нам будет еще общий вот здесь жопу сделать. Здесь все зашить красиво. Здесь вот может быть какую-то канистру. Я, наверное, возместил. Вот этот пятюшечек какой-нибудь. Вот так вот как-нибудь. Типа запас топлива. Бардачок. Да? Стильно, модно, молодежно. Ну, с учетом. Ладно, занимаемся дальше. Так, ну что. Вот такие у нас рулевые будут. С регулировкой. Руль вращается отлично. Углы все работают. Подвеску я показывал, что все как бы прекрасно работает. Все, нам останется что? По идее сделать тормозной тормоз. Поставить кронштейн. Разварить двигатель, мотор. Здесь маленько морду облагородить. Обыграть все это. Приподнял чуть-чуть двигатель. Ой, эту сидушку. Все, делать стойки. Усиливать, разваривать, облагораживать. Техническая часть почти вся завершена. Здесь тоже будет обвязка. Как бы все вот так у нас будет с вами работать. Вот такой чудо проект. Чудо пепела. Здесь получится у нас большой багажник. Пока вот так вот смотрится. Очень-очень неплохо. Были бы места, я бы наверное вперед еще зафигачил бы. Вот такой бы раз дугу. Вот так бы сделал. Как-нибудь красиво обогнул бы. У меня получилась бы такая вытянутая у вас твоя морда. Но, ладно. Зай, дизай. Так вот целый день, сегодня два. Вчера сделал два рычага, а сегодня две рулевые. Очень продуктивные дни. Так, раз. И уголокер можно срабатывать. Так, раз. И уголокер можно срабатывать. Сланг. Сланг гидравлика. Место под аккумулятор сегодня. Вон посылка еще пришла. Мой любимый Мотомир. Чего-то мне не дослал. А потом посмотрел и дослал. Вот сейчас посмотрим, чего у нас там. Целый килограмм за 400 рублей забрал сегодня. Вот такие резиночки. Резиночки у нас эти вешать на руль. Чтобы руль у нас не опрокидывался. Целый пачек. Для буксировщиков. Руль, когда опускаешь, чтобы он не плюхался, а висел на резиночке. А здесь у нас резиночки для аккумуляторов. Делал тут сразу горстку, а то когда надо, нету нифига. Вот такие резиночки. Раз-раз аккумулятор, две зажимы и... Все готово. Вот и все. На сегодня. Корабль у нас баллон закрыт. Ездил, сейчас поменял баллон тут. Смесь кончилась. Второй баллон у меня пока занятой. Ну, основную часть, в общем-то, все готово. Рулевые, наверное, размера нет смысла снимать вам. Все равно у всех все индивидуально. Я думаю, сами справитесь. Это вроде научно доступно объяснил. Теоретическую часть. Вот так вот, чтобы что-нибудь свести бы. Раз-раз-раз-раз. Какой-нибудь другой. Ладно. На этом, наверное, все. У нас чудо выпуск подходит к концу. Еще поддушки вот здесь вот раз, как будет делать квадроциклетовый тип. Ну, всегда трудно работу. Вы сегодня уже увидите сейчас этот блок. Такой долгий. Долго ничего не было. Но работа вся такая. Не особо интересная, но крайне полезная. Поэтому вот так вот. Тепло выключаем. Фичку закрываем. И собираемся домой. Так что. Не знаю, что вы там смотрели. Я уже даже и не помню, что я там снимал. Всем спасибо. Всем пока.